380 повреждений за два месяца. Это предварительный итог гидравлических испытаний теплосетей в краевой столице. Сегодня представители сибирской генерирующей компании вместе с журналистами оценили масштаб работ. Вот смотрите, здесь вот тоже раскопали на месте замены трубы. Вот кабеля. Вот оно. Все в кабелях. Вот здесь сначала люди руками шурфят, копают, чтобы не повредить это все. Все. Обкапывают. И техника только вот в отдельных случаях. Колоссальный труд. Ручной. К сожалению, другого не дано. На улице Северо-Западная обычным ремонтом теплосетей не обойтись. За четверть века трубы сгнили. Оставлять их в таком виде опасно. Поэтому коммунальщики полностью меняют систему теплоснабжения. Нужно заменить 240 метров теплосетей. Удовольствие дорогое – 8 миллионов рублей. Трубы на прямые поставки Селябинского трубного завода прошло подорожание. В прошлом году порядка 12,5-14%. И в этом году от 10 до 12,5%. Мы на трубы наносим так называемую ППМ-изоляцию. Которая закупается компоненты тоже в Германии. Компоненты дорогие. То же самое курс евро меняется. Приобретается компонент по дорогой цене. А это уже проспект Ленина. Образовавшаяся яма – последствия гидравлических испытаний. Чудом обвал миновал парковку. Иначе могла бы повториться история, которая произошла 20 мая у гостиницы «Турист», когда автомобиль ушел под асфальт. В Барнауле сейчас на прочность проверяют теплосети по контуру ТЭЦ-2. Когда порывы нашли и устранили, начинаются антикоррозийные работы. За последние три дня бригада Геннадия Городничева отремонтировала 8 участков тепловых сетей. Впереди еще около 20. Мастика-вектор, который мы наносим, это как раз из разряда новых технологий. А что он дает? У металла не дает соединяться с водой и, соответственно, с кислородом. То есть попросту нет ржавления трубопровода. Гидравлические испытания теплосетей в Барнауле начались два месяца назад. Уже обнаружено 380 повреждений. Это в два раза больше, чем в прошлом году. То, что у нас рост повреждений в связи с опрессовочными мероприятиями, это хорошо. На самом деле мы сейчас тонкие места все поймем, мы их устраним. Вовремя, спокойно, в теплую погоду, для того, чтобы зимой было уже более-менее спокойно. Будет отремонтировано 2 километра магистральных тепловых сетей, 7 километров внутриквартальных тепловых сетей. Будет отремонтировано оборудование на 17 тепловых пунктах. Будет отремонтирована строительная часть 18 центральных тепловых пунктов. В этом году на ремонт и замену теплосетей Сибирская генерирующая компания и администрация Барнаула потратят 300 миллионов рублей. Это в три с половиной раза больше, чем за последние 12 лет. Так что к отопительному сезону 2016 Барнаул подойдет в полной боевой готовности. Дарья Масалова, Дмитрий Козерлыга. Новости.